Я был очень рад. Я удивлен не был. Мы, по-моему, на интервью говорили после боя, что если мне предложат титульный бой, готов ли я его принять, я сказал, что, конечно, готов. Ну, я не считаю ни его, ни себя особенным. Мы обычные бойцы, которые дерутся в одной из сильнейших лиг. Так получилось, что у меня выпал шанс подраться за пояс. Я считаю, я к этому шел, я это заслужил. И Муслим такой же человек, как и все, его можно победить. И как это будет происходить, я не знаю, но я уверен, что я буду искать ключи к нему, я их найду. Оппонент, мне кажется, он физически очень силен. В стойке он неплох. Основной локации он атакует постоянно. У него прессинг идет. Я его последний бой смотрел, Амир Амгулиев. Он всех три раунда на него подал. И вот этот прессинг. Мы в этом однообразные. Я тоже люблю прессинговать. Посмотрим, у кого получится. По моему мнению, я превосхожу Муслима Магомедова в мотивации, в опыте именно профессионального ММА и в глазах, наверное, аудитории андердок. Но это меня мотивирует. Те люди, которые пишут, что я проиграю, это мои люди. Они работают на меня. Они меня продвигают. Такой хайп, это тоже хайп, выгодный для меня. Я люблю большие вызовы. Ну, я собираюсь этот бой провести в доминирующей манере. Но это бой как-то чуть-чуть особенный для меня тем, что Олег, он сам прет, сам идет на соперника. Остальные мои соперники, они как-то вторым номером, что ли, работали. Но он чуть-чуть отрицает за своим упорством идти вперед. Я-то хотел подраться, хочу подраться пять раундов. Если будет возможность, закончится пораньше, я это сделаю. Это будет победа моя, естественно. Но я не знаю как, но она будет. Она будет уверенная, красивая, яркая. Я буду делать все для того, чтобы победить. Нужно либо победить досрочно, либо устроить просто зарубу. А когда происходит крутая заруба, побеждают обойцы, как правило, независимо от результата. Субтитры создавал DimaTorzok